Брестский государственный торгово-технологический колледж по праву можно назвать одним из старейших учебных заведений Брестской области. Его история началась в далеком 1950 году. Учебное заведение прошло путь от школы кулинарного ученичества до статуса государственного торгово-технологического колледжа. За 75-летнюю историю в стенах колледжа было подготовлено более 30 тысяч специалистов торговли и общественного питания. Сегодня Брестский торговый колледж – это современное профессионально-образовательное учреждение, где готовят востребованных специалистов, которые в будущем могут достойно представить как себя, так и свое учреждение образования. На сегодняшний день мы выпускаем специалистов для торговли. Это продавцы, контролеры, кассиры и товароведы. Две специальности – торговое дело и коммерческая деятельность. Если мы говорим про общественное питание, то на сегодняшний день у нас общественное питание представлено такими профессиями, как повар, кондитер, бармен, официант. Также мы готовим специалистов, техников-технологов. В наше время молодежь имеет практичный подход к выбору профессии. Большинство ставит свою цель освоить такую специальность, которая будет востребована на рынке труда и позволит заработать деньги. Сегодня такой профессией является профессия повар. Приготовить что-то быстро и даже вкусно может каждый, но повара делают с продуктами нечто большее. Они не просто следуют требованиям рецептов, в нужной пропорции смешивая ингредиенты и доводя продукты до готовности. Обширные познания в сфере физиологии, химии, изобразительного искусства, а также чувства меры. И особая интуиция формирует то, что мы называем кулинарными шедеврами. А потому неудивительно, что на специальность поварское дело в Брестском государственном торгово-технологическом колледже всегда есть конкурс. На сегодняшний день самой популярной нашей профессией, конечно же, является повар. Это одна из самых востребованных в области профессий. И, конечно, конкурс не так просто попасть. Есть конкурс, но, тем не менее, мы набираем большое количество групп. С учетом складывающихся, так скажем, потребностей рынка, мы набираем чуть больше групп. Вот сегодня, буквально сегодня, открылась у нас приемная комиссия. Ребята подают документы. Групп мы расширяем. У нас повар не только чистый, мы еще в этом году набираем повар-обработчик рыбы и морепродуктов. Также повар пятого разряда у нас есть, техник-технолог. То есть расширяем эту профессию для того, чтобы был для ребят выбор. Поварское дело мне нравится готовить. Мне очень нравится готовить, и я чувствую, что это мое. Я являюсь учащимся второго курса специальности повар пятого разряда. Мне нравится то, что наш колледж единственный в Беларуси, кто обучает по данной профессии. Повар пятого разряда – это самый высокий разряд, который можно получить на данный момент в Республике Беларусь. В другую страну или город мне не хотелось. Я хотел именно в своем городе, где я живу. И потом, в дальнейшем, после окончания учебы в колледже, я, скорее всего, планирую поступать в ВУЗ на вышку. Для многих выпускников Брестский государственный торгово-технологический колледж стал ступенькой для поступления в высшие учебные заведения, где, набравшись еще опыта, сегодня они работают на высоких должностях. Это учебное заведение, которое давало нам дорогу в жизнь. Здесь, можно сказать, открыло ворота в эту интересную поварскую профессию, которая наполнена различных приключений. Все мы знаем, что даже из школы есть предметы любимые и нелюбимые. В основном это не то, что мы разбираемся в этих предметах, а зависит от преподавателя, который преподает, и как он подает информацию. Если, например, интересные предметы подаются сухо, естественно, это неинтересно. Здесь же профессиональный колледж приглашает ребят, которые уже заведомо хотят овладеть этой профессией. Мастерам и преподавателям достаточно, наверное, держать руку на пульсе дня современных технологий и ребятам давать. И они будут впитывать, и в итоге будут выходить высококлассными специалистами. Я закончил колледж, потом поступил в высшее учебное заведение. И когда ребята поступают в колледж, они, наверное, не должны думать о том, что это заканчивается. Это первая ступень на приобретение специальности. Главное, чтобы ребята сами хотели двигаться вверх в этой профессии. Сегодня Брестский государственный торгово-технологический колледж пользуется авторитетом как у студентов, так и у абитуриентов. Не последнюю роль здесь играет материально-техническая база. Современный учебно-конституционный центр оборудован по последнему слову техники. Параллельно здесь могут проходить занятия почти три десятка обучающихся. Учебно-конституционный центр создан недавно совсем. Он оснащен самым современным оборудованием. В принципе, его задача стоит от освоения программы производственного обучения учащихся, которые обучаются по специальностям торгового профиля. То есть это имеется в виду и продавцы, и контролеры-кассиры, и товароведы, и так далее. Ну и здесь они, ребята на этом оборудовании, я считаю, что это центр, который полностью дает знания и понятия, полностью весь технологический цикл приход товара, его товар, это обработка этого товара, пока не поступает уже на принадлежные магазины. Такой центр единственный в Брестской области и неудивительно. Ведь оборудование, которое сегодня используется для самого качественного обучения учащихся колледжа, так сказать, на вес золота. Наше оборудование практически соответствует всем тем требованиям, которые сейчас применяются в торговле, практически во всех торговых точках нашей страны. Поэтому они работают на том оборудовании, которое есть на самом деле. Поэтому у нас и построен учебный процесс, когда идет чередование теоретических и практических занятий. В том числе и закрепление еще идет, и, ну, как мы говорим, уже в боевых условиях, то есть на местах, на торговых точках города, там области и так далее, непосредственно в сетях, в торговых сетях, в магазинах и так далее. Учащиеся Брестского торгово-технологического колледжа организовали на улице Советска для всех желающих знакомство с такими профессиями, как повар и кондитер, бармен и официант. Юноши и девушки делились своими наработками, показывали мастер-классы и рассказывали о своих достижениях, которых добились на различных республиканских и международных конкурсах. Недавно ездила на профессиональный конкурс, заняла там первое место по ресторанному сервису. Мне очень сильно понравилась эта профессия, и я решила посмотреть, есть ли у нас в Бресте возможность поступить на эту профессию. Нашла в интернете торгово-технологический колледж и поступила. Ожидания совершенно не совпали, потому что я очень думала, что это достаточно легкая профессия, но оказалось, что очень много интересных штук ты узнаешь о профессии официанта. То есть это очень интересно, несложно, в принципе, если этим увлекаться. Такие мероприятия нужны, особенно абитуриентам, школьникам, ребятам, для того, чтобы они вживую, так сказать, попробовали себя в этих профессиях, посмотрели, насколько это интересно, насколько это красочно, насколько они могут. Это не так сложно, как кажется на первый взгляд, но тем не менее они вот с помощью таких мероприятий могут попробовать себя в данной профессии. И, конечно же, определиться с выбором, я думаю, в лучшую сторону, потому что действительно посмотрите, как сегодня все у нас красочно, красиво и достойно. Сейчас в Брестском государстве на торгово-технологическом колледже активно проходит вступительная кампания. А потому у каждого, кто хотел поработать в сфере торговли или общественного питания, двери данного учреждения образования открыты. Продолжение следует...